Я немножко... Я немножко влажная. Всем привет, с вами Дарья Кей. Сегодня будет видео о влажном макияже. Я покажу, как ее добиться с помощью продуктов, которые мне прислали от Буржуа. Я надеюсь, вам понравится этот ролик. Давайте начинайте, я расскажу, что я сегодня сделала на своем лице. Весной вышел BB крем от Буржуа, Хелси Микс. Я очень люблю Хелси Микс серум. Попробую, еще ни разу не пробовала BB крем. Также тут идет база, продукты для бровей, помада, блеск. Я думаю, вы понимаете, что с ним можно сделать, как с ним поиграться. Румяна, двух оттенков, да? Вроде да. А, тени румяна. Один из любимых моих карандашей Funky Brown, по-моему, да. В одиннадцатом оттенке. Давным-давно у меня еще есть видео, где я его использовала. Помада, тушь и пудра. На самом деле, сегодня не хочется действовать такими проторенными дорожками, путями, которыми я обычно хожу. Это тон брови, глаза. Я хочу немножечко это поменять. И начну я с бровей. Брови буду оформлять карандашом, который ни разу не пробовала. О, боже, это помадка Brow Pomade. Помада-карандаш для бровей. Интересно, какой это оттенок. Оттенок серый. Серо-зелененький. Отлично. Мне кажется, что эта помадка восковая, то есть это больше как карандаш. Да, она восковая. Она даже немножко фиксирует брови. Самое интересное, что оттенок-то начали делать для бровей классный. Наконец-таки начали делать в масс-маркете оттенки для бровей, которые подходят настоящим натуральным, живым людям. Буржуа, я думаю, у многих вызывает ностальгическую реакцию, потому что раньше все пользовались румянами Буржуа. Как раз такими, вот такими, которые у меня тут. Мы до них еще дойдем. Но с продуктами для бровей Буржуа я знакомлюсь первый раз. И приятно удивлена тем, что оттенок мне подошел. Но если возвращаться к теме моего видео, то брови должны быть максимально пушистые. И мне кажется, они должны быть шире, чем обычно. Поэтому я просто возьму помадку, наберу кисточкой немножечко с нее оттенка и расширю бровь вверху. Ну вот. Я думаю, вы заметили, что я использую для распределения этой помады кисточку, потому что у нее наносится достаточно плотный слой. И чтобы его растянуть по бровке равномерно, я использую кисть. Желательно использовать кисть из натурального волокна. Дальше я подготовлю свое лицо, чтобы тональный крем лег лучше. Я нанесу базу под макияж. Вся эта линейка называется «Против усталости». И написано, что этот праймер блюрит кожу. Ну, то есть я подозреваю, что там есть и силиконы, и светоотражающие частицы, которые блюрят кожу и разглаживают мелкие морщинки. Ну да. Такое ощущение, что базу от Clorans, светоотражающую, смешали с базой от Benefit. То есть она и разглаживает морщинки и поры, скрадывает. И типа светоотражает. Дальше я буду использовать тональный BB крем. В втором оттенке мне он прям хорошо подошел. Буду наносить тональник влажным бьюти-блендером, чтобы, естественно, добиться более легкого покрытия. Хотя этот BB крем, я смотрела на него обзор у Red Otem. Она говорит, что он ложится даже тоньше, чем Healthy Mixer. Смотрите, какое сияние уже на коже. Я нанесла просто влажным бьюти-блендером этот тонак. И уже, ну просто кайф. Просто кайф. Я еще не пробовала такую штучку. Это стробер от фирмы Bourjois. Иллюминайзер и хайлайтер. Тут, видимо, они решили угодить и обычным пользователям, и Марии Вискановой. И написали highlighter.illuminizer. Мы вас поняли. Будем использовать по назначению. Я беру пушистую кисть. И, ну, извините, Bourjois, ну как бы, ну, не могу пользоваться этой кисточкой. Помню, как пользовалась ей лет 5-6 назад. И просто умирала. От того, что щеки колет. Ну, боже мой, зачем такое кисть делать? Ну, как-то вот так. Набираю этого запеченного продукта, переливающего. Отдушка. Отдушка, конечно, ну, такого. И буду сейчас обильно прям. Обильно стробиться буду. Блин. Знаете, что? Я еще буду использовать это как пудру, наверное. Кроме зоны возле носа. Там я нанесу обычную пудру. Это очень-очень легкая пудра по типу Hourglass. Не highlighter и не illuminizer. Но чтобы создать влажное сияние, у меня еще кое-что есть в запасе. Я больше немножко заматирую даже, представляете, этой запеченной пудрой себе лицо. Да, получилось больше заматировать, представляете? Говорят, что иллюминайзер. А получилась пудра. Нанесу также на глаза. Больше сглаживания кожи использовать перед бронзером, перед контурингом, перед румяными и перед хайлайтером, чтобы сгладить кожу. Сейчас она у меня стала менее влажная, но более лоснящаяся. Дальше. Возьму пудру совсем немножко. Кисточку из белочки наберу совсем немножко продукта. Мне нужно заматировать только область впадины под глазом и носогубную складку, чтобы это красиво смотрелось и в жизни, и в кадре. Матовость, она в определенных областях играет очень важную роль, так что не забывайте свои складочки матировать, если вас не устраивает лишний рельеф кожи. Теперь я в качестве хайлайтера нанесу тени для век. Очень сильно переливающиеся тени. Прямо с кусочками блесток, которые и создадут мне этот мокрый эффект на коже. Ой-ой-ой. Какой переливай. Я не ожидала от этих теней, у меня просто как бы я сделала свочи, примерно придумала в какой комбинации нанести эти продукты. И я сейчас смотрю, я просто обалдеваю от эффекта, который сделали эти тени. Ну то есть вот было, вот стало. Вот. Теперь если я буду так сильно сиять, то это могут быть и тени буржуа, представляете? Наношу на галочку над верхней губой, на кончик носа, и просто ваши глаза взрываются от моего сияния. Ладно, лоб я, наверное, не буду хайлайтить, блин, но хочется. Не могу ничего с собой сделать, это выглядит классно вживую. Хочу немножко захайлайтить себе тело. Дальше буду использовать всем известные румяна, которыми запеченные, которыми пользовалась вся, наверное, Россия, и пользуются. С румянами не хочу переборщить, нанести их хочу совсем немножко. Потому что хайлайтер тоже с розовым подтоном. Также нанесу румяна в складку века. Первый раз увидела, что так делает моя тетя, наверное, в году 2004. Она носила как тени эти румяны, и я думала, нифига себе, вот это вот лайфхаки она делает. Это же румяна, она использует их для глаз. Уже тогда я думала, офигеть, вот это вот сила макияжа. Так, чтобы сильно не переборщить с розовым, я подрастушую эти румяшки. Свежо, достаточно свежо. Возьму еще эти тени, нанесу во внутренний уголок глаза и на подвижное веко, тем самым придав максимального сияния. Теперь я подкручиваю ресницы и буду их красить. Тушь с зеркалом, попробуй накраситься в него. В это зеркало, в принципе, реально, конечно, накрасится. Ну, как бы такое... Иногда бывает, что... Иногда бывает, что промахиваешься, когда красишь ресницы. Нужно половить солнечных зайчиков. А вообще, в принципе, реально даже накраситься в какой-нибудь критической ситуации, где-нибудь в маршрут. А тем временем мне все мало сияния, и я использую блеск. Боже мой, блеск для придания сияния. Его я наношу похлопывающими движениями на скулы, на глаза, под глаза. Я нанесла этот блеск почти на все лицо. Дальше нанесу помаду, цвет которой я называю нюд, который есть на лице. То есть, это нюдовая помада, но она читается на лице. Карандаш все-таки больше таракотовый, а помада напоминает цвет губ. И поэтому мне больше нравится, как смотрится помада на моих губах. И она такая бархатная, хоть и кремная. Ну вот мой конечный результат. Если вы думаете, что я сумасшедшая, что нанесла блеск почти что на все лицо. Но нет, этот прием используют во многих школах макияжа. Когда я была моделью, я ходила и подловила вот эти вот лайфхаки, которые сейчас, в принципе, распространяются по ютубу. Я вижу, что блеск применяют во влажных макияжах на глазах, на губах. Ну, то есть, логично, да? Но, как бы, продукт для губ, использовать для глаз или на все лицо, это очень опасно. Особенно любят этот прием использовать на съемках, потому что блик получается совершенно другой. Нельзя использовать никакой сухой хайлайтер. Как если вы используете блеск, либо если совсем туго, также можно использовать вазелин. Ну, это кому что нравится вазелин. Этот 3D-блеск, он может быть более липкий, чем вазелин, но сияния и объема, и текстуры на нем больше, и с помощью него можно создать какую-то графику. То есть, вы можете просто сделать капельку под глазом, то есть, придать какую-то форму этому блеску намного легче, чем вазелину. Вазелин, он более такой рыхлый. Он подойдет для легкого сияния. С вами была Дарья Кей. До скорых встреч. Пока-пока. Я побежала фоткаться, пока солнце не село. И увидимся с вами в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok